22 квартиры получат от Муромской администрации в 2018 году дети-сироты. В прошлые годы для этой категории нуждающихся в год выдавалось в два раза меньше жилых помещений. Сегодня первым новоселом ключи вручил глава округа Евгений Рычков. Важный момент в жизни каждого молодого человека – получить ключи от своей собственной квартиры. Наталья выросла в приюте Муромского монастыря. Ей 24. Сейчас она уже замужем, живет и учится во Владимире. А после диплома планирует вернуться в Муром в свое собственное жилье, выделенное ей государством. Я пока сейчас доучусь, и потом, может, ситуация переменится, и я сюда перееду. Там уж по ситуации посмотрим. Однокомнатные квартиры в новостройке на Розыше уже с готовым ремонтом. Как говорится, заезжай и живи. Илья, которого вырастила бабушка, в новую квартиру собирается приезжать в ближайшее время. Все хорошо. Рад. В этом году администрация округа предоставит жилье 22 выпускникам детских домов и детям-сиротам. Количество квартир за последние годы рекордное. В настоящее время у нас приобретено 6 жилых помещений. Остальные аукционы у нас объявлены или вот в стадии формирования. Приобретенные квартиры имеют статус специализированного жилищного фонда. После вручения ключей в течение 5 лет администрации и органы опеки будут следить за владельцами квартир. В том числе за образом жизни подопечного. Квартиру в это время нельзя приватизировать. Это делается для того, чтобы вчерашние выпускники детских домов не стали жертвами черных риэлторов. Ольга Келешина, Александр Симонов. Новости Муром.